Куча всего все еще есть. Денег нет. Всем привет. Продолжаем разбирать вот эту кучу. И поскольку мы начали с мини-версов, вот ссылочка вот там, то надо, наверное, продолжить мелочевкой. И я хочу распаковать вот этих вот двух маленьких куколок. Это какой-то диснеевский обзорчик получился. Да. Это маленькая Покахонтас. Сейчас выходят вот такие вот мини-куколки, причем очень даже симпатичные. Я еще думала, касаемо Жасмин, я думала, ой, Жасмин, вру, Мулан. Я думала, касаемо Мериды или же Раи, потому что мне все эти персонажи такие сильные независимые женщины мне нравятся. Вот, но, наверное, Покахонтас пока что выиграла. Потом посмотрю, если у нее появятся подружки. И потом вот эти вот Sweet Sims. Я о них расскажу чуть попозже, но это прям восторг. Вот что там, вот что там. Они не поняли, но ты расскажешь. Не поняли, но расскажу. Наверное, все-таки начнем с Покахонтас. Давай, быстрая распаковочка. Да, это будет очень быстрая распаковочка. Это вот такая вот простая абсолютно коробочка. Ну, это миленький арт. Да, миленький арт. Прикольный. Вот. И сейчас же лицензия на кукол у Мотел. С одной стороны, я не могу сказать, что это плохо. Дизайн некоторых принцесс мне нравится. Но все равно они дешевят что-то уже молдированные топы, там обычные какие-то юбки. Но, тем не менее. Ну, нехорошо, так тоже делали. Да, ну, опять же, я думала, что Мотел сделает что-то получше. Или у них хотя бы будут, ну, время от времени серии получше. Ну, может, в будущем. Вот. И у нас вот такая Покахонтас. У нее растровая печать, но на такой маленькой кукле... Да, спасибо. Это, в принципе, нормально. У нее, как я уже сказала, молдированный топ. У нее молдированное вот это ее украшение на шее. Вот это татушка на руке. И потом вот такая вот юбка. Ой, он не культурно. У нас случайно произошел сбой видео. Вот, я спустила ее юбку. И тут напоминание, как Enchantimals. Потому что у Enchantimals тоже молдированные топы. Да, и вот так вот можно спустить юбку. И у нее тут на жопце написано Made in China. И видно как раз шарниры в ножках. Сейчас верну юбчинскую на место. Мне нравится, как и волосы типа развиваются. Хочешь страшное откровение? Я не смотрела Покахонтас никогда. Я, кажется, не смотрела вторую часть, потому что вторая часть сосат. Первая хорошая все-таки. Ну, надо посмотреть будет. Вот, и у нее на юбке... Какие-то узоры. У нее листики. И там, кажется, птицы какие-то. Да, какие-то курицы, какие-то птицы. У нас такая природа и там всякая такая коннект. На ножках у нее нет обуви. У нее вот такие вот едва заметные пальчики. Точно такие же едва заметные пальчики. Ой, фокус, пожалуйста. Ой, смотри-ка. У нее на руке. Одна ручка у нее прямая, вторая у нее согнута в локте. И да, вот такие вот развивающиеся черные волосы красивые. Как будто там это... Да. В общем, очень миленькая куколка. По подвижности, конечно, она простенькая. Но, с другой стороны, это кукла за... Я ее купила за 50 крон, ну, типа. А, так это все. А, зато она может сейчас погадать. Нифига себе. А у нее, кстати, еще в ступнях дырочки, видимо, для каких-то подставок. А, возможно. Для каких-то штырочек. Да, потому что сейчас вместе с вот этими маленькими куколками выходят еще плейсеты. А, ну, как раз. Вот. И, например, у нас такой плейсет продается точно с Золушкой, точно с Белль и с Эльзой. И там, наверное, их можно вот куда-то ставить и потом докупать вот этих вот принцессок отдельно. Ну, мне очень нравится ее лицо. Красавица. Да, красивая. Глубненькая. Мини-обзор на Покахонтас готов. А ну, ты стоять будешь, женщина? Думаю, если баланс поймать она может. Ну, думаю, да, в принципе. А ну. Ее волосы все-таки... Ну, вот чуть-чуть наклонившись вперед, но, тем не менее, стоять она может. И переходим к вот этому. Переходим мы к Sweet Sims. Я уже давно смотрю на вот эти коробочки. А, ну что есть? Там, на самом деле, не особо-то, может, для кого-то и интересные вещи. Эта коробочка раскрывается в небольшую, как такую, спальню. И с каждой спальней идет персонаж. Диснеевский. Да, это плюшевая куколка. Упрощенная, миленькая плюшевая куколка. Ну, вот, например, вот где-то так будет выглядеть Ириэль. И у нее там есть еще какие-то аксессуары, наклейки, всякая такая лабуда. И это типа сюрприз. И 12 кукол, чтобы собрать. Но все-таки есть возможность подглянуть, ну, для тех, кто разбирается, кто там может попасться. И это вот эта метка, которая находится внизу. И у меня тут будет Салли из Кошмара перед Рождеством. Я очень хотела вот эту вот Салли. Я ее очень давно ждала. Я выискивала просто по всем магазинам, по вот этим меткам. И, наконец-то, нам ее завезли. Я очень надеюсь, что она реально там будет. И что я не облажалась. Только там гробик, думаю, что там она будет. Там не гробик. У нас гробик, нет? Там этот Deadly Night Shade, это туман. А, ну, в ее тематике все равно, как бы, это самое. Поэтому... Вот. Ну, а хорошо, что тебе она попалась. В смысле, ты ее, как бы, нашла, поэтому... Ну, да. Вот, потому что в основном там были Золушки, Мини, Никки Маусы. Ну, реально, кто угодно, но только не она. Да, это будет она. Потому что вот, уже видно, уже видно. Отсылочки. Уже видны отсылочки, да. Да, такие сшитые элементы. Да, это как раз сердечко, летучая мышка, кошка и корзинка, которую она приносила Джеку. С этой... С рыбой. С костью рыбы и свинишком. Идеально. Да, вот. А она тоже так интересно открывается слоями, типа. Да, это компания MoStoys. И, на самом деле, вот эти Sweet Sims, они очень дешевые. Ну, у нас они в магазине стоят 120 крон. О, так это хорошая цена, да. Вот. Ты, блин, открывайся. И перфорация везде, перфорация... Эй. Давай. Да, перфорация везде криво открывается. Эй. Во. Да. Классно оформлена тоже такая коробочка. Вот так вот оформлена коробочка. Пуговка. Луна-пуговка. Ну, это же типа плюшевая кукла, которая в плюшевом мире каком-то сном живут. Да, как раз плюшевая куколка тебе идет. Так, как это теперь открывается? Потому что это коробочка. Это именно коробка. Может, это же блистер? Может, она вытягивается вот так? Нет. А, в смысле? Э. Я просто не хочу эту коробку портить. Понимаю, понимаю. Ничего не написано тут. Я думаю, надо блистер разорвать. Так, нет, блистер внутри. Он закрывает как раз комнату. И... О! Да! Вот она! Вот она такая хорошая. Такая после бабушкиных этих пирожков. Да. Хорошенькая, да. Вот, как раз вот так вот выглядит коробка внутри. То есть, это просто красивенькая коробка. Ну, красивая. А, вот. Это комната по факту. А, и как бы идет вот туда. Да-да-да. Это по факту комната. Это постелька. И вот идет постелька. Тут такой вот блистер. И тут вот такая кукляха. Миленько, что у нее волосы прошиты. Ну, в смысле, вот эти ниточки. У нее тут очень большая бирка из-под юшки. Ну, это же плюшевые игрушки. У них у всех должны быть бирки. Прикольно. Прикольно. Вот. Это вот такая вот плюшевая кукла, у которой просто нарисовано... Нарисовано лицо. Пришиты вот такие маленькие ушки. Здесь волосы у нее нарисованы. Здесь они у нее прошиты. Можно? Да. Мягенькие. Ну, это просто эти самые обычные нитки. Ну, да. И потом у нее идет вот такое вот тельце, где у нее одна рука типа как в кулачке, вторая в петельке. И ее можно вот как бы вот так вот... Вот они заморочились. Вот так просунуть и куда-то ее повесить можно. Вот. Вот так вот, вверх тормашками, например. Прикольная. И поскольку это плюшевая кукла, у нее даже нет каркаса. То есть у нее вот идет обычная такая юбочка. О, кстати, ее можно снять. О, такая смешная. Вот у нее тут тоже пропечатано ее платье. Вот у нее такие длинные ножки. Э, вот так. Такие, да. Вот. Ножки-макаронины. Прикольно. Тоже идут узелками. Вот так вот она выглядит сзади. Блин, вот эта бирка, мне бейзть, надо ее отрезать. Где нужно. Так вот отрежь. Не, миленькая для такой, знаешь, простенькой, дешевой сегмента. Все. Все, бирки нет, вот, так гораздо лучше. Потом вот такая вот юбочка, ее отдельно покажу. Признавайтесь, кто любит «Кошмар перед Рождеством», кто его смотрел? Потому что я могу смотреть этот фильм вот реально бесконечно. Да, не смотрела. В смысле? Никогда. Ты что? Да, надо все, видишь, у меня уже второй. Идем исправлять. За одно видео, два этих. Два прокола. Этих, не коспланы, как сказать, это просмотр плана, фильм плана. Короче. Ужас. Да надо, вот, времени нет. Ну, это один из моих реально самых любимых мультиков. И я его реально смотрю, ну, не знаю. Раз в Рождество? Так, какое, раз пять за год я его могу посмотреть. И перед Рождеством, и перед Хэллоуином, и просто так. Все песни я оттуда наизусть знаю. Красивенькая юбочка. Нацепила я ее юбочку, да. Вообще, наверное, могли бы вот тут тоже сделать ниточки. Ну, могли бы, но опять же, это очень-очень дешевая кукла. Ну да, да. Я вообще удивлена, что вот Дисней вспомнили, что у них, оказывается, есть вот этот мультик, и что они ее хоть куда-то дозапихнули. Ну, необычно найти такой мерч, да, в таком, как бы, между всякими принцессами, Микки Маусом. Вот, и тут еще есть комнатка. Надо посмотреть, что нам тут прилагается. Это как раз наклейки с символами, которые были на коробке. В таком пакетике. И потом целая коллекция. О, ну-ка, надо посмотреть. Так что ты себе можешь как раз выбрать персонажа? Ну, вот я подумаю, да. Так, вот тут идет точно эксклюзивная Эльза, она какая-то суперредкая. Потом Ванилопа. А, и тут как раз написаны символы, которые на коробочках. Я точно где-то видела Ванилопу, потому что я видела кубок Эльзу, я точно не видела. Вот. И потом у нас тут идет Ариэль Мини Маус. Вот Мини Маус я точно где-то встречала. Мне кажется, что Ариэль тоже. Возможно. Потом Дейзи, уточка с бантиком. И Тиана с кувшинкой. Прикольно. Их я тоже столько пакетов где-то видела. Кухня там у нее. Потом. Это вообще Винни-Пух внезапно среди принцесс задесался. Да, это новая принцесса Диснея, я это не знала. И Рапунцель. Мне кажется, что я их тоже где-то видела. Но я именно смотрю по вот этим вот символам. Вот эти символы я точно видела. Потом Салли. Наконец-то моя Салли. Бу, кстати, не видела ни разу. Мне нравится, что они по росту тоже. Кто ребенок, он маленький. А кто побольше, он побольше. И потом Алиса и Джуди Хоббс. Неожиданно тоже. А, кстати, Джуди это Дисней. Да. Зато 5 это Дисней. Это не Дримворкс. Ну ладно. Так что Дисней. У нее тут стульчик. Вот такой вот припаркованный. Припаркованный. Фиолетовый стульчик из очень плотной резины. Прикольно, да. Комнатка. Такой вот крипи стульчик. А, там у кого-то идут кровати, а у кого-то прям комната. Это там отличается. И потом у нее вот так вот поднимается стол. И в этом столе у нее еще елки-палки. У нее тут еще много чего лежит. Блин, у нас такую цену, это очень даже достойно, мне кажется. Да, это куколка тряпичная, но... Это зеро. Но все равно мне нравится. Сейчас покажу. В общем, вот такой столик, который вот так вот открывается. Там какие-то баночки, скляночки. И вот как раз вот сюда лепится вот эта вот наклейка, вот эта вот банка. А, вот и терпится. Вот я ее сейчас прицеплю сразу же. Стульчик симпатичный такой. Ну-ка, можно ли ее туда засунуть? Ну, думаю, да. Ее же стульчик. На стульчике сидит. Ну да, у нее жопа маленькая, тканевая. Ну да, и как это флексивная. Можешь подстроиться. Кейт. Не, а за такую цену я вообще удивлена, что вот и шоу, и комнатка тебе, и фигурочка. Как в литое село. Будто там всегда и стояло. Так, и посмотрим, что у нас тут. Сюрпризы. И первый сюрприз на меня, который смотрит, это Зеро. Это собачка-призрак Джека. Это ее тапки! Это ее тапки! Защитана, защитана. Значит, там будет вторая. Да, тут, значит, будет второй Зеро. Да! Какие они классные! В общем, это тапки из такой вот мягкой резины. Вот тут вот на подошве написано Disney. И они прям очень круто сделаны. Очень раскрашены все. И раскрашены. И вот даже, если присмотреться, камера, наверное, не возьмет, но у него на кончике носа тыква. Ну, то есть, это прям тыква с лицом Джека. Прям канон. Я четко вижу вот две точечки и вот этот зубастый рот. Ну, вообще. Урыли. Сейчас я эти тапки надену. Тапки тяжелее, чем кукла. Да, тапки тяжелее, чем кукла. Ну, они типа влюбленные, думаю, да? Ну, да. Они пара. Ну, вот она носит тапки. Его уже тапки. Прикольно, прикольно. Тебе такие тапки надо? Да, мне такие тапки надо. Блин, ты не думала косплей делать на нее? Было бы прикольно. Это бодипейнт. Делают просто это фьют. Ну, короче. Прикольные тапки. Прикольные тапки. Ну, стоять она, наверное, все-таки не сможет, потому что она плюшевая. Слишком много хотела, да. А перейти с ее, то да. Так, и тут еще вот что-то такое вытянутое. Часть предположения. Ложка. Да, ложка. А ложка там тоже играет какую-то? Ну, как тебе сказать? Погоди, может, это потелок? Выглядит как стул. Нет, это стул. Она как раз своему бате варила варево, из-за которого он засыпал. Вот, поэтому ей можно вот так вот дать ложку. Да, да, да. И это такая типичная домохозяйка, вот эта вот в тапках пошла готовить ужин. Прикольный набор. А ну, этот столик достать можно или нельзя? Ну, технически его можно отколупать оттуда, из-за чего нельзя. Нет, он не достается, то есть это все-таки в ее случае это не кроватка, да, он прикручен. Ну, можно его отколупать. Это именно, это именно как столик. И она, например, сидит вот в этом стульчике своем, вот так вот, в собакотапках. Хи-хи-хи-хи-хи, с ложкой. Да. И вот так вот. Ну, да, такая типа сцена, знаешь. Да, и вот так вот что-то тут, что-то тут варит. Что-то такое-то варила, да. Я очень довольна, что у меня появилась эта салли, еще раз повторюсь. Это очень прикольная маленькая куколка, тряпичная. Задешево, но с такой вот проработкой, с такими отсылками, что я прям... Постарались. Я прям в восторге. Густой, молодцы. Постарались. И на этом, наверное, все. У меня был вот такой вот обзор. Диснеевских девчонок. Да, на моих любимых диснеевских девчонок. А на этом все. Всем пока. Пока.